Центр компьютерного обучения специалистов при МГТУ имени Баумана приветствует вас. Сегодня у нас с вами занятие по математике, тема занятия дроби. По вашей реакции я поняла, что это ваша любимая тема. Вы знаете, в свое время я работала в городе Ленинграде. Это аэродром Пуково. Сделали по СОВД, чтобы самолеты могли летать безопасно. Вы летаете в Ленинград, безопасно, все сделано хорошо. И сидим мы как-то, и кто-то приносит у нас газету. В этой газете статья о том, что в одном среднеазиатском вузе очень слабо преподают математику и студенты старших курсов не могут сделать простейшую задачу, а именно сложить две дроби. То есть одну вторую и одну третью. Представляете. Такая простая-простая задача. Так, еще раз, что люди не могут сложить две простейшую дроби. Одну вторую и одну третью. И когда делали тестирование, большинство тех, кто сделал задачу, вот они в ответе, угадайте какой число написали. Они написали число, так давайте еще раз, задачу которую мы делаем, сложить две простейшие дроби. Одну вторую и одну третью. И вот большинство людей, Которые делали эту супер простую задачу В ответе писали Что это есть 2 пятых И рядом со мной сидит народ Начинает хихикать Ой какие они такие тупые Говорят а сколько это будет Ну всякому понятно Что это будет на самом деле Что это будет 1 шестая На самом деле 2 вот этих ответа являются неправильными Надеюсь в эту задачу Делали с полпинка Делали очень просто Надеюсь в эту задачу сделать хорошо без ошибок Сегодня мы с вами занимаемся дробями Давайте во первых для чего нужны дроби Представьте что у вас есть 24 апельсина Вот и у вас есть 4 человека Между которыми вы хотите эти апельсины разделить Итак еще раз что мы делаем У нас есть 24 апельсина Мы их делим на 4 человек Поскольку апельсинов достанется каждому Как делаем То есть мы 24 делим на сколько На 4 Что получаем Получаем что каждому достанется 6 апельсинов Никто не выбить С этим согласны Ну кстати смотрите Что вот эта операция Знак деления Мы могли записать по другому Мы могли написать Что 24 делим на 4 части То есть вот эта черточка То же самое обозначает Что обычное знак деления То есть вот это И вот это Это одна и та же операция То есть смотрим 24 делим на 6 Получаем 6 Ровно апельсинов Ну а теперь представьте что у нас есть Опять-таки 24 апельсина Так рисуем Что у нас есть 24 апельсина Но к нам присоединился еще один человек То есть теперь придется делить Не на 4 человек А на 5 То есть 24 апельсина Делим на 5 человек Во сколько достанется Ну смотрим Да что 4 апельсина точно достанется А по 5 Немножко не хватает То есть получаем число 24 делим на 5 24 делим на 5 Получаем, что 4 целых апельсина И в остатке получаем число 4 То есть мы получаем, что между 4 и 5 целыми апельсинами Так смотрим, что будет в ответе У нас будет 4 апельсина Теперь смотрим, в остатке какое число получили 4 Делили на сколько частей? На 5 Вот смотрите, то что получили 4 у нас остаточек Делили на 5 Потом мы пишем 4 В остатке делили на 5 частей Вот такое число мы получили Как это записано? Ставит 4 целых и 4 пятых Так давайте то, что мы получили Мы получили, что у нас стоит целое число И стоит дробь на части Потом число такого вида Вот то, что мы получили Это и есть дробь Но дробь смешанного типа Как называется такая дробь? Все знают То есть получили смешанную дробь Ну, теперь смотрите Ту же самую задачу мы могли записать по-другому Что у нас есть 24 апельсина Делим на сколько? На 5 частей То есть могли задачу решить в таком виде В таком виде записать Получили в дробь Ребят, смотрите Число, которое стоит внизу Это называется знаменатель Число, которое стоит вверху Это числитель Вот то, что записано здесь, черточка Это дробная черта Ну, по идее, она заменяет знак деления То есть что записано дробная черта Что записано знак деления Это одно и то же Ну, вот Теперь смотрите Если число, которое стоит наверху Больше, чем число, которое стоит внизу Такая дробь называется неправильная То есть если записано число Плюс дробь Это смешанная дробь То есть то, что записано здесь То есть 4 целых 4 пятых Можно считать, что, допустим Стоит 2 целых 1 третья И эта дробь смешанная Стоит целая часть дробная Если у нас записано число Допустим, 17 третьих Число, которое стоит наверху Больше, чем которое внизу Эта дробь называется неправильная Эта смешанная Эта неправильная То, что вы должны Теперь давайте разберемся Вообще, что такое дробь Давайте просто нарисуем Допустим, у нас стоит такая дробь Допустим, две пятых Можем нарисовать, что это такое Итак, смотрим Число, которое стоит внизу Видно? Вот число, которое стоит Напомню, что это называется знаменателем Давайте возьмем апельсин Давайте нарисуем тортик Вот у нас есть тортик Вот число, которое стоит внизу Оно показывает, на сколько частей Мы этот тортик делим Внизу стоит число 5 Потом этот тортик мы делим на сколько частей На 5 частей Итак, смотрим, что делим на 5 частей Но доли должны быть одинаковые Вот мы нарисовали Что взяли ножик, разделили на 5 частей То есть, смотрите, получили Вот то, что здесь стоит Одна только от 5 Это одна только от 5 То есть, еще раз Мы разделили апельсин на 5 Одинаковых частей Нарисовали Ну вот, если мы возьмем Теперь смотрим число, которое стоит наверху Какое стоит число наверху? Дволька По этому числу, которое мы получили наверху Это и есть количество долек На которых На которых Нарисуем Нарисуем Итак, смотрим Что у нас Две такие дольки Потом, смотрите Вот у нас одна долька Вот мы нарисовали Давайте розовым цветом поставим Хорошо Вот у нас вторая долька Вот поэтому То, что здесь нарисовано Это и есть число Две пятых Наши дроби две пятых Итак, число пятерка Показывает, на сколько Долей мы делим на штортик Число, которое стоит наверху Знаменатель Показывает, сколько таких кусочков Мы берем Вот нарисовали две пятых Давайте попробуем сделать Такую задачу Допустим, нарисовать Что такое одно третье Делим Что делим? Ну, пусть будет тортик Да, сколько частей? На три части То есть, вот наш тортик Делим на три части Части должны быть одинаковые Напомню, что делить на ноль нельзя Потом знаменатель Должен быть отличным от нуля Вот каждая из вот этих долек Вот это одно третье Это один кусочек из трех И это кусочек один из трех То есть, каждая такая долька Соответственно, одна третья Теперь, наверху стоит какое число? Еднячка Потом, сколько таких частей берем? Одну Потом рисуем Вот одну такую дольку Ну, зерра Мы рисовали Одну третью апельсина Либо одну третью тортика Зависит от того, что мы будем делить Так, ребята Теперь смотрим Да, вот задача Очень-очень простая Которую народ постоянно делает ошибку Итак, задача сравнить Стать 10,3 И ставить число 10,3 Нужно сравнить Два этих числа Две цифры одинаковые Отличаются чем? Что здесь ставят запятая Здесь ставят дробные чертая Задача простая Но очень много ошибок И не бывает Давайте попробуем разобрать Хорошо? Итак, переводим на русский язык Что такое 10,3 Давайте будем считать в апельсинах Так, смотрим Сколько у нас есть У нас есть 10 апельсинов И плюс еще какая-то часть апельсинов 3,1 Вот апельсин делим на 10 частей Берем 3 такие части Ну, примерно столько То есть это 10 апельсинов Плюс еще добавочка Давайте посмотрим Что такое 10,3 Что мы делаем? Число 10 Делим на 3 Сколько это будет? Будет 3 целых Поднимаем 9 В остатке 1 Итак, 1 в остатке Потом 10,3 Мы можем записать в виде Целая часть Троечка Плюс В остатке что ставит? Едничка Делим на сколько? На 3 То есть наши 10,3 Можем представить в таком виде Ну, или это записывается в виде смешки Смешной дроби 3,1 И 1,3 По отметке будем рисовать апельсина Сколько это будет? 3 апельсина 1 апельсин 2 апельсин 3 апельсин Плюс еще какая-то часть 1,3 От апельсина Вот то, что есть Потом что больше? Сравним целые части Здесь у нас 10 апельсинов А здесь только 3 Потом какое число больше? Естественно число больше Потом ставим вот такой знак Сделаем Все же задачи Переходим к сложению дробей Так, задача, которая у нас стоит Сложить 2 дроби 1,5 и 2,5 Сколько это будет? Давайте опять-таки Рисуем наш тортик Так Тортик весь большой-большой Вкусный-вкусный Съесть за один раз нельзя Потом приходится делить на части Ребята, смотрим На сколько частей делим? 5 и 5, да? Тортик у нас только один Делим ее на 5 частей Нарисовали Напомню, что части Должны быть обязательно Одинаковые Нарисовали И вот каждая такая часть Каждая такая долька Соответствует чему? 1,5 Так, теперь смотрим Что рисуем 1,5 Поэтому сколько таких долек берем? 1 дольку Давайте нарисуем Что взяли? 1 дольку Теперь смотрим на второе число Здесь сколько стоит долек? 2 дольки Потом рисуем Что еще и прибавляем Сколько? 2 такие дольки Сколько всего долек получили? 3 дольки И скольких? Апельсин делили на сколько частей? На 5 Потом получили Что? 1,5 Прос 2,5 Что получили? 3,5 Ну или формула По которой мы работали Что здесь у нас стоит? А разделить на B Плюс C Разделить на B Ребята, посмотрите, пожалуйста Внизу стоит одно и то же число Поэтому смотрим Это число пишем Наверху будет стоять А плюс C Если будет стоять знак минус Вот здесь вот Тогда в этом случае Также появится знак минус То есть знак просто дублируем Вот этой формулой И мы с вами воспользуемся Ну вот теперь представьте Что числа, которые стоят внизу У вас стоят разные Но напомним, что вот эта формула Работает только Если внизу она стоит Одинаковые числа Потом давайте посмотрим Какую-нибудь простенькую-простенькую задачку А именно Одну вторую Плюс одну третью Помните, эту задачу мы рассматривали В самом-самом начале Говорили Сколько народу мне делать ошибку Ребята, вот смотрите Немножко по-другому Даю, неже я им даю в школе То есть мы пытаемся Наименьше Вот есть у вас слова Такинок Не надо Мы пытаемся Работать без них Хорошо? Смотрите, как решается задача Мы ищем число То есть пишем вот так вот Дробную черту Ищем число, которое делится И на 2, и на 3 Штаковая двоечка Это 2 умножить на единицу Это единственное разложение Числа двоечки Штаковая троечка Тоже делится только на 3 То есть на себя и на единицу Теперь смотрите То есть то, что мы сейчас пишем вниз Это будет называться То, что пишем сюда Это есть Угадайте, как это называется Абсолютно правильно Общий значитель Как он начался? Смотрим Ставит число 2 Пишем То есть мы смотрим на разложение Ставит число единица Ребята, единицу можно не писать Так, дальше Записали Дальше Во втором числе Какой статчик? Во втором Второй дроби Ставит число 3 Вот мы это записали Вот то, что получили Это и есть Наш общий знаменатель Итак, то, что здесь стоит Это общий Знаменатель Следующее действие Которое мы делаем Мы ищем Дополнительные множители Для наших дробей То что мы делаем? Пишем здесь уголочек Здесь пишем уголочек Как найти это число? Ребята, смотрим число Которое стоит внизу То, что стоит внизу Видим? Видим Теперь смотрим На то, что стоит Первая дробь Первая дробь Внизу стоит какое число? Двоечка То есть здесь стоит двоечка Здесь стоит 2 умножить на 3 То есть двоечка у нас есть Поэтому чего не хватает? Троечки Потом эту троечку Пишем вот сюда Дальше Ищем то, что нашли Еще раз Это наш дополнительный множитель Для первой дроби Ищем дополнительный множитель Для второй дроби Смотрим То, что стоит внизу Внизу стоит 2 умножить на 3 Что у нас? Какое число есть? Троечка То есть троечка совпала Что не совпало? Двоечка Потом эту двоечку Пишем вот сюда И теперь как это делается? Смотрим, что стоит Единичку У нас стоит единичка Пишем Умножаем на число Которое стоит вот здесь В уголочке Знак, который здесь стоит Здесь стоит знак Плюс дублеров Был бы минус Записали минус Дальше что пишем? Единичку Множить на 2 Вот мы это записали Ребята, правила хорошего тона Не торопитесь Перемножать пока не горит Внизу Хорошо? Давайте посмотрим Что получаем вверху 1 умножить на 3 Плюс 1 умножить на 2 3 плюс 2 Получаем пятерочку Так Ну и смотрим То, что пятерку Не делится на 2 Не делится на 3 Придется умножать 2х3 Получаем 6 Итак, еще раз получили Что 1 вторая Плюс 1 третья Получили Что здесь стоит 5 шестых Так, еще раз Как делается операция Мы должны получить Внизу число Одинаковое Вот Для наших дробей То есть перевода На русский язык Смотрите Вот если Мы должны получить Двоечка Троечка Еще раз Наименьшее число Которое делится на 2 И на 3 Сколько это? Шестерка Как если здесь Стоит шестерка Смотрите Если у нас стоит Какое число А развить на В Мы имеем право И вверху И внизу Умножить На одно и то же число Отличное Нуля Так смотрим Да что если у вас записана Дробь вида А на В Вы имеете право Умножить ее на одно и то же число Отличное Нуля Можете сделать Обратную операцию То есть если у вас стоит А умножить на число Внизу стоит В умножить на То же самое число Отличное Нуля Вы имеете право На букву С Сократить Обычно в таком виде Я вам даю формулу Можно это Минушка по другому То есть еще раз То мы делаем Мы имеем право Только скобочку Разделить на скобочку Потом смотрим Вверху внизу Скобочка одинаковая Тряпочку взяли Скобочку стерли Получили Осталось А Разделить На Б Ну здесь уже Скобочки можно убрать Для чего это показываю Знаете Очень часто делают такую ошибку Что если у вас стоит Дробь x Разделить На x плюс 2 Очень многие Ребята Еще раз То что показываю Смотрите Включая красный цвет Ни в коем случае Так делать нельзя Вот многие пытаются На x сократить То есть на x сократили Получается Вверху осталась единичка Внизу осталась единица Плюс дворечка Так делать нельзя Почему? С вашего решения Отматываю назад Смотрим что у нас стоит Еще раз Можно делить Только скобочку На скобочку Посмотрите что у нас стоит Вверху стоит Вот скобочка Внизу стоит Вот скобочка Поэтому у нас В скобочках Стоят абсолютно Разные выражения Поэтому делить Ни в коем случае Нельзя То есть в этом Еще раз В этом месте Народ постоянно Делает ошибки Ну теперь Вы хотите сделать задачу Которую посложнее Согласны? Ну давайте посмотрим Ну так Следующая Наша задача Опять таки Берем Задачу На сложение Дробей Ставит задача 3.14 Нужно сложить Дробь 2.21 Итак ребят Смотрите Еще раз То что мы делаем То есть Работает Правило автомата Хорошо Ребят Показывать буду Два раза Поэтому пока Просто смотрим Хорошо Итак то что мы делаем Числа которые Стоят внизу Я пытаюсь Получить их разложение Смотрите Что пишу Троечку И двоечку Оставляю Внизу пишу Их разложение Что такое число 14 Это 2 Множить на 7 Что такое число 21 Это 3 Умножить на 7 Теперь смотрите Ищем общий Зимнатель То есть число Которое пишем вниз Как оно делается Смотрим Числа Которые у нас Стоят внизу Перебираем В первом случае Стоит двоечка Во втором числе Двоечка еще есть? Нету двоечки Пишем Дальше На втором месте Стоит какая циферка? Семерка В втором числе Семерка есть? Есть семерка Потом числа Которые у нас Повторяются Для первой Для второй И так далее Дробей Мы их пишем Учитываем Только один раз То есть семерочка Еще раз Повторяется Здесь и здесь Потом ее мы пишем Только один раз Мы ее И смотрим Записали Что мы уже учли Теперь У второй дроби Какое число Осталось Не почем Троечка Пишем ее Сюда Следующая операция Которую делаем Ищем Дополнительные множители Для наших дробей Для первой дроби Смотрим На число Которое стоит Внизу Два На семь На три Смотрим На число Которое стоит В первой дроби Внизу Стоит двоечка И семерка Что совпало Вот эта часть совпала Что не совпало Троечка Потом то что не совпало Пишем вот сюда Грязь убираем Пишем Еще раз Не совпало Троечка Потом Допмножить Для нашей дроби Троечка Работаем Со вторым числом То есть еще раз Ищем Дополнительные множители Для этого Пишем уголочек Иногда пишут вот сюда Ведь раньше Писали вот здесь Вот Как ты так Лучше звучит Хорошо Смотрим Наш общий знаменатель Видимо Вот наш общий знаменатель Что стоит В знаменателе Для первой дроби Три на семь Смотрим Что совпало Троечка Совпала Совпала Семерка Совпала Совпала Что не совпало Двоечка Поэтому эту двоечку Мы пишем Куда Вот сюда Видят Балт на нашу сторону Ну теперь осталось Сделать То есть Пишем То что стоит Вот здесь Наверху Троечку Умножаем на троечку Записали Знак Который Ставит Плюс Дублера Был бы минус Был бы минус Записали бы минус Два Множить на два Но осталось Посчитать Девять Плюс четыре Тринадцать Ни на что Ни на что сократить Нельзя Потом внизу Придется считать То есть Два умножаем на семь На три Получаем Сорок два Задача Решена Вот так это делается Так Ну с первого раза Довольно тяжело доходит Вот смотрите То есть формула Которую я пытаюсь вам дать То есть я немножко По другому даю формулу То что в школе вам дают формула Такого вида АВ плюс А на В Плюс С На Д Дают в виде АД Плюс ВС Внизу Б умножить на Д Я даю эту формулу Немножко в другом виде Что если у нас Стоит Дробь А Внизу стоит Б умножить на К Ну кстати Здесь стоит знак минус Здесь тоже будет знак минус Плюс минус С Здесь стоит Д умножить на К То есть смотрим Да что оба Оба Наших числа Которые стоят Внизу В знаменателе Для первой или второй дроби Делятся на К Потом давайте еще раз Каким то делаем Пишем Числа Которые повторяются Мы берем Только по одному разу У кука Повторяются Потом ее Мы берем Только по одному разу Ну а все остальное Переписываем То есть Б Для первых дроби Переписываем Знак умножить Пишем Д Переписываем К повторяется Только один раз Потом пишем Только один раз Списали Это наш Общий Взумнатель Теперь считаем Дополовые нужды Для нашей дроби Еще раз Смотрим на то Что стоит внизу Для общего знаменателя Смотрим то, что стоит внизу Для нашей каждой дроби И то, что не совпадет, пишем вот сюда В уголочек Б и К Совпало? Что не совпало? Д Допножитель для первой дроби Для второй дроби Д К Совпало? Что не совпало? Б Пишем сюда Допножитель для второй дроби Я стала записать То есть наверху стоит АД Плюс ВС Мне кажется, вот эта формула Она как-то ближе То есть чаще используется В уголе, что у себя есть налог Все это, естественно, будет делаться автоматически Давайте по тому же алгоритм Попробуем сделать следующую задачу Делим на 15 Так, минус Двоечка Делим на 9 Напомню, дробная черта Ребята, еще раз Дробная черта Вы спокойно можете заменить На знак деления То, что у вас записано 2 и третьих Что записано Двоечка разделить на 3 Это одно и то же То есть иногда удобно писать В виде дроби Иногда удобно писать В виде деления Вот как это С этим мы еще столкнемся Давайте посмотрим Итак, что у нас ставит Правила автомата Смотрим На что делится Числа, которые стоят внизу 15 делится на что На пятерку, на тройку Записали Вверху восьмерка Переписываем Работаем со второй дроби Девяточка делится на что На троечку И на троечку Записали Следующая операция Которую делаем Ищем Наш общий знаменатель Плату смотрим Стоит число 5 Записали Учли Подчеркнули Дальше Стоит число 3 Ребят Ну во втором числе Пятерки не было Так Смотрим Троечка Во втором числе есть? Есть Вот наша троечка Совпадает Но пишем ее только по одному разу Вот эти троечки Насыпали Видно? Потом вот эту троечку Второй раз мы Пишем ее только один раз Второй раз Эту троечку Мы ранее читаем Вот подчеркнули Что больше читать не будем Какое число осталось? Троечка Пишем сюда Считаем Докность Относительно Для нашей Дробей То есть Пять На три На три В этой Дроби стоит Пятерка И тройка Пятерка Совпала Тройка Совпала Что не совпало? Вот эта троечка Потом пишем ее Вот сюда Наверх Как Дополнительно Докс Сюда пишем Троечку Считаем Докнож Cinema Для нашей Второй дроби Троечка 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 Совпала Троечка Совпала Что не совпало? Пятерка. Пишем ее сюда как дополнительный умножитель. Смотрим, что будет стоять наверху. Вот это умножаем на это. То есть восьмерку умножаем на троечку. Знак перед дробью дублера минус. Двуочку умножаем на пятерку. То есть будет 24 минус 10, 14. То, что внизу. 5 на 3 и на 3 это 45. Вот такой дробь мы получили. Давайте посмотрим в следующую задачу. Ребята, здесь задача из серии упростить. Но ответ получим не очень хороший. Хорошо? Просто, чтобы не боялись такое делать. Итак, смотрим. Вверху стоит 2х. Внизу стоит х плюс 2. Минус 3. Разлить до х. Задача из серии упростить. Ну, смотрим. Ребята, еще раз помним, что ни в коем случае вот такую операцию делать нельзя. Потому что имеем право только скобочку разделить на скобочку. А смотрите, что у нас стоит. У нас стоит 2 умножить на х. Скажем, стоит вот такая скобочка. Внизу стоит вот такая скобочка. Скобки абсолютно разные. Вот мне и в коем случае операцию сокращения делать нельзя. Давайте посмотрим, да, вот то, что у нас стоит. Поставим просто от сполочной скобочки. Никому никогда не мешали. Итак, теперь что мы делаем. Ищем общий знаменатель. То есть смотрим. У нас стоит число х и стоит х плюс 2. Абсолютно разные выражения. Абсолютно разные числа. Поэтому внизу пишем просто их произведение. Записали. Ищем дополнительный множитель для нашей первой дроби. То, что стоит внизу. Видим? Что стоит здесь внизу. Видим? То есть эта часть совпала. Что не совпало? Х. Потом этот х пишем вот сюда. В виде дополнительного множителя. Грязь стираем. Пишем, что не хватает х. Доп множитель. Х. Считаем доп множитель для нашей второго скобочки. Для нашей второй дроби. Смотрим. Х совпало. Что не совпало? Х плюс 2. Потом х плюс 2. Пишем вот сюда. Еще раз. Давайте еще раз. Тогда вот это стираю. Хорошо. Итак, считаем на дополнительный множитель. Для первой дроби. Что у нас стоит? Внизу стоит х плюс 2. Вот эта часть совпала. Что не совпало? Вот это. Потом вот то, что не совпало, мы пишем вот сюда. Видим? Дополнительный множитель. Потом сюда пойдет число х. Работаем со второй дроби. Внизу стоит х. То есть вот эта часть у нас совпала. Что не совпало? Вот это. Потом вот это выражение, которое стоит, пишем вот сюда. В виде дополнительного множителя. То есть сюда пойдет х плюс 2. Напомню, будет стоять скобочка. Итак, стираем. Пишем, что здесь стоит скобочка. х плюс 2. Еще раз пишите скобочки. Не ошиблись. Смотрим, что стоит. 2х умножаем на х. Будет стоять 2х в квадрате. Знак минус. Переписали. Что будет стоять? 3 умножить на х плюс 2. Ну, дальше осталось перемножить скобочки. Скобочка на число. То есть сверху будет стоять 2х в квадрате. Минус 3х. Минус 6. Ну, внизу. Можем открыть скобочки. Можем записать в таком виде. Вот то, что получили. Пока понятно? Ну, тогда переходим к следующей операции. Итак, следующая операция. Умножение дробей. Работает правило. Вот ваша формула. У вас стоит произведение 2х дробей. Эта операция самая приятная. Смотрите, что мы делаем. Мы пишем только одну черточку. Что стоит вверху? Перемножение вверхов. Что стоит внизу? Перемножение внизу. Вот то, что получили. Итак, наверху стоит произведение числителей. Внизу стоит произведение знаменателей. Давайте посмотрим, как решаются задачи на эту форму. Итак, наша первая задача. Умножить 2 дроби. Ставить 3 седьмых. Умножить на 14 пятых. Ребята, правило. Не торопитесь. Перемножайте, пока не горит. Хорошо? Ребята, и теперь с вашего решения я делаю задочку немножко по-другому, чем делать в школе. Хорошо? Смотрите. Я пытаюсь получить разложение наших чисел. Троечка. Число простое. То есть делится на себя. И на единицу. Оставляем. Семерочка. Стоит число простое. Делится на себя. На единицу. Оставляем. Пятерочка. Число простое. На себя. На единицу. Такое не оставляем. А вот число 14. Оно на что-то еще делится? На что оно делится? То есть пишем разложение числа 14. Оно делится на двоечку. Оно делится на семерочку. То есть вместо числа 14 мы записали его разложение. 2 на 7. Теперь смотрите, если везде стоит знакомый умножить Помним, имеем право на одно и то же число сократить Еще раз, если у нас стоит выражение АС Разделите Б умножить на С С вашего разрешения пишу здесь скобочек Скобочки ставлю То есть на одинаковую скобочку имеем право сократить На С сократили, получили А, разделить на Б В нашем случае, давайте все-таки скобочки поставим, чтобы было очевидно Хорошо? Еще раз ставлю скобочки, потому что очень многие делают ошибки Потом смотрим, у нас одинаковые скобочки наверху и внизу есть? Есть, да? Потом взяли тряпочку и стерли Число отличное от нуля, имеем право это сделать Наверху 3 на 2, шестерка, внизу пятерка То есть получили 6 пятых Так, теперь вопрос Иногда требуется выделять То есть 6 пятых, это дробь правильно или неправильно? Число, которое стоит наверху Больше, чем число, которое стоит внизу Потом дробь неправильная Потом можем привести к смешной, ну записать в виде смешной дроби То есть шестерку делим на 5 Сколько это будет? Будет целое число единицы И сколько это будет еще? В остатке единицы делили на 5 То есть получили одно целое число И в остатке единицы делили на 5 Получили Или как это принято записывать Одно целое и одна пятая То есть знак плюс Можно просто взять и припустить Давайте сделаем следующую задачу Итак, теперь мы просто число Допустим число 4 Умножаем на дробь на 5 в 12 Ребята, делать можно опять-таки по-разному Вот смотрите, я просто рекомендую То, что опять бывают ошибки Будет очень много вопросов Как решать всю задачу Потом смотрите Если у нас стоит какое число n Ну или просто то, что Вот если у нас стоит число 4 Вот если я разделю ее на единицу Я получу то же самое число То есть любое число я могу представить в таком виде То есть это число n Я могу записать что-то n Разделить на единицу Ставить, допустим, семерка Как я могу записать Что-то 7 Разделить на единицу Нет, иногда этот элемент Бывает очень-очень полезен Этот прием Вот смотрите Да, вот четверку я заменяю Что здесь стоит 4 Разделить на единицу Ну а вторая дробь, как она стоит Я и так переписываю То есть это 5 в 12 То есть задачу умножения числа на дробь Я свела просто к примножению 2 дробей Смотрим, что получаем Итак, вверху В воздействии верхов То есть 4 на 5 Внизу стоит число 12 Так, ну теперь смотрим, да Что 4 5 Число 5 простое Ну давайте посмотрим 4 и 12 12 на 4 делится Делится, да? То есть вместо числа 12 Я могу записать ее в разложение Так, вместо числа 12 Я пишу, что это 4 Множить на 3 Вверху стоит четверка Множить на пятерку Ставят везде Знак умножить На 5 Можем поставить скобочки Хорошо? Теперь Одинаковые числа есть? Есть, да? Тряпочка все растерла Получили, что здесь стоит 5 третьих Теперь Представить это число В виде смешанного числа Можем Дробь неправильную еще раз Представляем в виде Целую часть можем выделять? Можем, да? Да, смотрим Да, что пятерку Делим на 3 Будет 1 целая В остатке получаем число 2 Потом пишем Целая часть Единицы Так, и что получили? В остатке двоечка Делили на 3 части То есть 1 целая 2 третьих Это то, что получили Ответ является Закончательным Хотите пишите 5 третьих Хотите 1 целая 2 третьих Записано Одно и то же Теперь давайте возьмем задачу Чуть посложнее Итак, стоит Перемножение смешанных дробей То есть стоит 1 целая 1 третья Нужно умножить На 1 целую И 1 вторую Смотрели? Ребята, смотрите Да? Вот если боитесь Сделать такие задачи Что мы делаем? У нас стоит Смешанная дробь Здесь стоит Смешанная дробь Вот давайте Просто поработаем То есть Из смешанной дроби Мы делаем Дробь Неправильно Смотрите 1 целая 1 третья Что это такое? Это единичка Плюс 1 третья Теперь Если у нас Стоит целое число Я могу записать И в таком виде Число Уделенное единицу Ну, 1 третья И так переписываем И теперь Сверли Какой задачи? Сложение двух дробей Ищем Общий заменатор То есть Ищем На меньшее число Которое делится И на 3 И на единицу Какое число? Троечка Ну, хотите Запишем 3 умножить на единицу Так, теперь Дубно Для этой дроби Ставим Стоит 3 умножить на единицу Единица есть Чего не хватает Правильно Троечки Пишем сюда Работаем со второй дробью Дубно Смотрим Общий заменатор Что-нибудь запало Пишем сюда Троечка Запала Что-нибудь запало Едничка Пишем сюда Потом смотрим Что будет стоять наверху Едничку умножить на троечку Знак операции Дублером Едничка Множить на единичку Наверху Какое число получим? 3 плюс единица Ну, 3 умножить на единицу Троечка Потом смотрите Да, что мы делали Мы работали с этим числом Потом его можем убрать Написать В виде неправильной дроби То есть еще раз Что здесь стоит? 4 треть Теперь ту же самую операцию Делаем со вторым числом Стоит 1 целая И 1 вторая 1 целая 1 вторая Работаем с этим числом Опять-таки Что записано? Стоит единица Плюс 1 вторая Едничку Как можем представить? 1 Делить на единичку Плюс 1 вторая Ищем Общий заменатель То есть наименьшее число Которое делится На единицу И на двоечку Числа не совпадают Пишем 1 умножить на 2 Допножить на 2 Для этой дроби Смотрим Стоит 1 умножить на 2 Едничка стоит Совпало Что не совпало? Двоечка Потом двоечку пишем Сюда Работаем со второй дроби Смотрим Здесь стоит Общий заменатель 1 на 2 Здесь стоит двоечка То есть двоечка совпала Что не совпало? Едничка Потом эту единичку Пишем вот сюда И смотрим что получаем То есть наверху стоит 1 умножить на 2 Плюс единичка Умножить на единичку 2 плюс единичка Угадайте сколько это? Троечка Внизу стоит число Двоечка Потом место Напомню что мы работали с этим числом Вот представили в виде неправильной дроби Поэтому Вот это 3 вторых Пишем Вместо 1 целое 1 второе Вот то что получили И теперь смотрим Что наша операция Свелась к чему? Опять таки Перемножение на дроби Потом что пишем? Большую черточку Наверху Проделение верхов Внизу Проделение Внизу Опять таки Не торопимся Перемножать Пока не горит Потому что возможно Что-то можно сократить Смотрите пожалуйста Вверху и внизу Стоит число 3 Число одинаковое Между ними Знаков множить Давайте вот так запишем До видео Опять скобочка Чтобы не забыть Стоят одинаковые скобочки? Стоят Потом что берем? Берем тряпочку Вот эту тряпочку Просто берем Тряпочку стерлим Пишем что получили 4 Разлить надо Ребята 4 на 2 делятся Сколько получим? Давайте еще раз Помним Как мы делаем Итак Внизу стоит Двоечка Множить на единичку Вверху стоит Двоечка Множить на что? На двоечку Вот эти двоечки Насовпали Тряпочку взяли Стерли Двоечку делим на единицу Получаем просто Двоечку Вот то что получили Пока терпим Ну так да Давайте дальше Переходим к делению дробей Здесь работает правило Вот у нас есть такая дробь Делим Ставь дробь С Разлить на D Смотрим Как работает деление дробей Первую дробь Переписываем Дальше Вот этот знак Заменяем на знак Множить А вот в этой дроби Вверх и вниз Просто меняем местами То есть дробь переворачиваем То есть D идет наверх С идет вниз И получаем Что наверху То есть свели Перемножение дробей То есть наверху А на D Низу Б на С Теперь то же самое по русски Давайте возьмем задачи Которые так не любят делать Когда у нас стоит дробь Дестичная И стоит дробь Обыкновенная Хорошая правильная дробь Правильная дробь У которой числитель Меньше чем знаменатель Смотрим Да Ребята Смотрим Переводим на русский язык 0,7 Переводим на русский язык 7,6 Так и запишем Что стоит 7 Разделить на сколько На 10 Делим на что На 1,5 Сводим к нашей формуле Первую дробь Оставляем Дальше Знак деления Меняем На знак умножения А вот эту дробь Просто переворочим То есть пятерочка Идет наверх Идет вниз Опять Наверху Произведение Вверхов Внизу Произведение Внизу Ну теперь смотрим Да что Два способа Как это сделать Либо смотрим Либо переводим К десятичному виду То есть наверху Стает число 35 Делим на 10 Ну разделить на 10 Что это значит Ребята Запятая стоит Вот здесь пока Да То есть у нас Стает число 35 Делим на 10 Потом запятую Переносим сюда Сколько у нас нулей В числе 10 Один ноль Потом переносим На одну Позицию То есть еще раз Запятая стола Вот здесь Переносим на одну Позицию Вторное уменьшение Потом получаем 3,5 Вот либо могли Сделать по другому То есть записали В виде десятичный Могли записать В виде мгновенной Смотрим Стает число 35 Делится на что Правильно На 5 И на 7 Внизу стоит число 10 На что делится Так Абсолютно правильно На пятерочку И на двоечку Ребята Есть вверху и внизу Одно и то же число Между ними знаком Множить Да Смотрим Да Ребята Видно Просто еще раз Чтобы не делать Страшная ошибка Так Скобочку На скобочку сократили Получили 7 вторых Можем выделить целую часть То есть будет у нас 3 целых Едничка в остатке Делили надо Потом можно писать Вот в таком виде То есть 7 вторых 3 целых 1 вторая 3 целых 5 десятых Это одно и то же число Записано Немножко По разному Ну давайте возьмем Что нибудь Более сложное Хорошо Итак Смотрим Вверху стоит 3 десятых Минус 2 пятнадцатых Внизу Стоит Одна вторая Так Ну с одной третьей Не будем Хорошо Поставим Две трети Итак Смотрим То что у нас стоит Вверху стоит Красность дробей Внизу стоит Сумма дробей Между ними Знак деления То есть смотрим Да Знак деления Это операция Ну абсолютно правильно Итак Первое действие То что мы делаем Вычисляем То что стоит Наверху Второе Вычисляем То что стоит Внизу И потом То что вверху Делим на то что внизу Так первая операция Стоит 3 десятых Минус 2 пятнадцатых Итак Наши правила Смотрим Пишем разложение Чисел Которые стоят Внизу То есть Стоит Троечка Десятка 2 на 5 Минус Двоечка Число 15 3 на 5 Общий Заменатель Ищем число Которое делится Заметь число Которое делится На 10 На 15 Еще раз Как это делается Смотрим На первом месте Стоит двоечка В втором числе Двоечка есть? Нет Пишем Теперь смотрим Дальше стоит Какое число? Пятерочка В втором числе Пятерочка есть? Есть Потом вот это число Мы учитываем Только один раз То видите Сразу пишем Что второй раз Учитывать не надо То есть пишем Пятерочка Второй раз Учитывать не надо Что осталось? Троечка Записали Дальше Считаем дополнительный Множитель Для нашей первой дроби Здесь уголочек Для второй Тоже уголочек поставим Смотрим На то что стоит внизу Здесь На то что стоит внизу В первой дроби Что не совпало? Двойка Пятерка совпала Не совпала троечка Потом вот эта троечка Идет сюда наверх Напомню Этот дополнительный Множитель Работаем со второй дроби Смотрим То что стоит Общий длинатель Давайте сделаем Синьким Стоит 3 на 5 То есть троечка Совпала Пятерка совпала Что не совпало? Двоечка Потом эту двоечку Пишем сюда Вот на что Пножить И смотрим Что будет наверху То есть стоит 3 умножаем На троечку Минус Двоечка Умножить на двоечку Смотрим 9 минус 4 Сколько это? Пятерка Помните Не торопитесь Перемножать В знаменателе Пока не горит Потому что возможно Что-то сократится В нашем случае Что-то сократить можно? Ребята Вверху и внизу Скобочку На скобочку Ну наверху Ничего не осталось Подружно Что осталось? Игничка Могли записать Такой вид Поэтому смотрим Что получили? Получили Одну шестую Теперь смотрите Что мы делали То есть мы работали С этим выражением Вот мы Сделали вычитание дробей Что получили? Одну шестую Потом с вашего разрешения Вот это я убираю И пишу то, что получили А получили мы Одну шестую Теперь давайте поработаем Второе наше действие Смотрим то, что у нас стоит Внизу Ставит знаменателем Так стоит сложение дробей Одна вторая Плюс Две трети Ищем общий знаменателем Числа, которые стоят внизу Простые То есть Пишем в таком виде Ну иниечку учитываем Естественно один раз Потом общий знаменателем Сколько будет? Двоечка Умножить на что? На иниечку Учитываем один раз Умножить на троечку Иниечку можем не писать Пока Нету навыка Будем ее писать Хорошо? Теперь считаем Добно что для наших дробей Поставим Вот наш общий знаменателем Вот то, что стоит В первой дроби Двоечка и иниечка Совпало Что не совпало? Троечка Пишем ее Вот сюда Теперь Попробуйте, пожалуйста Угадать Какой дополнительный Ножтер будет Для второй дроби Давайте другой цвет Поставим Так вот наш общий знаменателем Троечка Совпало Иниечка Совпало Что не совпало? Двоечка По этому двоечку Пишем вот сюда Видит Добно что? Смотрим Что стоит наверху Один на три Плюс Два Мород на два Троечка Плюс четверочка Сколько это? Правильно? Семерочка Внизу стоит Двоечка Смотрим Что стоит внизу Двоечка Множить на три Сколько это? Семь шестых Теперь смотрим Да, то что мы делали Мы складывали Вот эти две дроби Получили число Семь шестых Потом с вашего разрешения Я это стираю Пишу число Которые получили Семь шестых Ну а теперь Радуемся Что мы получили Четырехэтажный адрес Видно? Утаж Четыре Числа Но бояться Это не нужно Смотрите Если у нас стоит операция А разделить на Б Мы можем записать В виде А Разлить на Б То есть вместо дробной черты Ставим Знак деления Ребят, смотрим Да? Вот стоит знак Дробной черты Видим Я заменила на знак деления Смотрим, что получаем Наверху стоит число Одна шестая Знак операции Деления На что делим? На семь шестых Вот мы это записали И свели К обычной Операции деления Дробей Напомню, как это делается Первая дробь Тупенько-тупенько Переписан Знак деления Заменяем на знак умножить И что будет стоять Вместо семь шестых Вот эту дробь Переворачиваем Ставим сверху Переворачиваем Да? Сверху Будет стоять шестерка Внизу стоит Семерка Теперь уже Примножение дробей Вверху Нейтся на жесть Внизу шесть Множить на семь На что-то сократить Можем? На шестерку Тряпочку взяли Стерли Что получали? Одну седьмую Вот так это делается Так, ну теперь давайте Сделаем Такую задачку У нас стоит Семь целых Две третих Нужно разделить Вот таки задачи Мы с вами пока еще не делали Хорошо? Итак, то что у нас стоит У нас стоит Число Смешаного типа Разделить на целое число Ну вот опять-таки Смотрим Что дробь у нас стоит Смешаная Поэтому давайте поработаем Что у нас стоит Семь целых две третих Это стоит Семь целых Плюс Две третих Такое мне записали Число семерочку Можем представить В виде дроби То есть опять мы Подгоняем Под те формы Под те методы Которые мы знаем Сложение двух дробей Знаем Вот давайте Вот из числа Всегда можно сделать дроби Если разделим На ниточку Можем это сделать Сделали Прибавляем Сколько? Две третих То есть мы свели Кооперацию Обычную Кооперацию Сложения дробей Считаем Общий смерт Один Множить на сколько? На троечку Дуб множество Для первой дроби Единечка есть Не хватает троечки Пишем сюда Для второй дроби Троечка есть Не хватает Единечки Пишем сюда Смотрим Что получаем наверху То есть Стоит 7 Умножить на 3 Плюс Двуечка Умножить на яичку Сколько это? Двадцать один Плюс два Двадцать три Внизу стоит число Три Напомню Яичку Можем уже не писать Так И теперь смотрим Что мы работали С этим числом Получили Пишем Двадцать три третьих Написали Что стоит Двадцать три Третьих Так Но должны разделить Опять таки На целое число Вот Давайте просто Ребят Смотрим Что стоит Число 2 Ребят Могу записать Что разделить На такое число А почему нет? То есть Вместо числа 2 Записала То есть Число 2 Я записала В виде дроби Двуечка Разделила на яичку И свела к задаче Деление дробей Еще раз Первую дробь Переписываем Дальше Ставим знак Умножить А на то Что делим Вот эту роль Мы просто берем И переворачиваем Единица наверх Двуечка вниз Ну смотрим Наверху стоит 23 умножить на единичку Внизу стоит 3 умножить на 2 Ну так как 23 не делится Ни на троечку Ни на двоечку А качает И получаем Что здесь стоит 23 Шестых Задача Решена Так Ну давайте Давайте сделаем Что нибудь Страшно Престрашно Хотите Чуть не слышу Ваши лекции Ну давайте Сделаем Итак Смотрим Да Задача Двуечка Ставит разность Дробей Ну прежде чем Отписать Давайте посмотрим Чем мы им делаем 3 целых Одна третья То есть еще раз Что стоит Ставит троечка Плюс Одна третья Сводим К операции Которую делать Умеем Потом из числа Делаем дробь То что получили Общий знаменатель Число которое Делится на нижнюю На единичку На троечку Какое число Число 3 Допну Что для этой дроби То есть смотрим Здесь 1 на 3 Единичка Не совпала Совпала троечка Идет сюда Для второго дроби Троечка Совпала Что не совпало Единичка Пишем сюда Смотрим Что получаем Здесь наверху стоит 3 умножить на 3 Плюс 1 Множить на нижнюю Потом наверху стоит 10 Внизу Абсолютно правильно И теперь смотрим Да что мы работаем С этим числом Потом дарить уберу Пишем то что получили То есть наверху стоит число 10 Третьих То же самое Операцию делаем С нашим Числом С нашей дроби 1,5 Кто смотрит Наши записи Ребят Попробуйте это сделать То есть пожалуйста Нажмите паузу Попробуйте сделать Для тех кто сидит Сейчас На субинаре Делаем задачу Еще раз что стоит Стает Иници Плюс 5 часов Записали Из числа Целом Можем сделать дробь То можем Ищем Общий Занатер Число Которое делится Единицу На шестерку Шестерка Доб Нож Для нашей дроби Единичка есть Не хватает шестерки Для второй дроби Шестерка есть Не хватает Идет сюда Смотрим Наверху 1 умножить на 6 Плюс 5 Умножить Единицу Смотрите пожалуйста Что получим Так Ребят На все вопросы ответила Это отлично Спасибо Просто с самого начала Была какая-то Заминка непонятная Но то что в чате У меня не было видно Вот извините пожалуйста Хорошо Итак Смотрим Что наверху Получим какое 6 плюс 5 11 Делим на сколько На шестерку Итак получили Стоит 11 шестерка Потом с вашего решения Вот это число я стираю Вместе я не выпишу Что стоит 11 шестерка Написали Так Это я стираю Смотрим То что стоит Вот это операция То что стоит наверху Делаем в первую очередь Вот и потом будет стоять Операция деления Досмотрим У нас стоит 10 третьих Вычитаем 11 шестерка Ищем общий знаменатель Ребята Число которое стоит здесь Простое Которое стоит число здесь Составное Потом опять таки Пытаемся найти Наименьший общий знаменатель Потом пишем Разложение наших чисел Здесь стоит 10 Троечку оставляем Работаем Числом которое стоит Внизу Шестерка На что делится На троечку И на двоечку Ищем общий знаменатель То есть смотрим Цифры которые повторяются В каждой из этих дровей Учитываем Ну числа Учитываем только один раз Троечка повторяется И здесь И здесь Потом ее пишу Только один раз Больше нет Что осталось Здесь осталось Иничка Пишу Здесь осталось Число 2 Пишу Дуб Нож Для нашей первой дрови Смотрим На то что стоит Вот здесь Видно И смотрим На то что стоит Вот здесь Цифры которые Не сопали Будем писать Вот сюда Что не совпало Троечка Иничка Совпало Не совпало Двоечка Потом вот эту двоечку Пишем куда Вот сюда Для второй дроби Пишем То что стоит Внизу Видим Общий знаменатель То что стоит Вот здесь Видим Видим Смотрим Троечка двоечка. Троечка запала. Двоечка не запала. Что не запала? Едмечка. Пишем куда? Вот сюда. И осталось сделать 10 умножить на 2 минус 11 умножить на 1. 20 минус 11. Получили девятку. Не торопимся перемножать, пока не горит. Потому что возможно у нас что-то сократится. Ребята, смотрим. Девяточка на что делится? На 3, да? Давайте запишем разложение. 3 умножить на 3. Здесь стоит 3 умножить на 1. Умножить на 2. С вашего решения поставлю скобочки. Итак, операция. Можно делять скобочку на скобочку. Но отлично от 0. Есть одинаковые скобочки. Скобочка одинаковая. Скобочка одинаковая стерли. Смотрим, что получили. Наверху троечка. Внизу двоечка. Итак, еще раз. То, что мы делали. Мы работали с нашим числителем. Мы из одной дроби отняли другого. Получили число 3 вторых. Потом то, что стоит наверху, я стираю. Вместо него пишу то, что получили. Получили 3 вторых. Вот и теперь задача сводится. Что 3 вторых нужно разделить на 0,2 и 60. Еще раз напоминаю, как это делается. То, что у нас стоит. Что дробная черта. Что знак деления. Это одно и то же. Потом смотрим. То, что стоит наверху, я переписываю. Вместо вот этой дробной черты я пишу обычный знак деления. А то, что стоит на 0,6. Так и запишем. Что это такое? Ну, 60. И свели к обычной операции деление двух дробей. Еще раз, как это делается. Первой дробей. Что делаем? Да ничего не делаем. Просто оставляем. Теперь знак деления переходит в знак умножения. А то, что стоит вот в этой дроби мы числить из номинатора в две местами. То есть дробь против иначе. То есть десятка идет наверх. Шестерка идет куда? Вниз. Опять не торопимся перемножать, пока не горит. Пишем то, что получили. Наверху стоит троечка умножить на 10. Внизу двоечка умножить на шестерку. Ну вот. И теперь смотрим, да, то, что если можно на что-то сократить, нужно это сделать. Давайте посмотрим. Десяточка и двоечка. Делятся друг на друг. Делятся. То есть смотрите, да, вместо десяточки я могу написать ее разложение. Пятерку умножить на 2. Число 2 переписываю. Число 3 простое переписываю. Шестерку могу разложить. Можем, да? Что вместо нее пишем? 3 умножить на 2. Все равно правильно. Опять-таки, с вашего разрешения пишу скобочки. Опять-таки, слишком много бывает тупых, тупых ошибок. И очень-очень обидных. Вот поэтому мы пока делим за скобочкой. Ладно? Скобочку имеем право разделить на скобочку. Отлично от нуля. Скобочки одинаковые. Тряпочку взяли, стерли. Скобочки одинаковые. Вот это, вот это. Тряпочку стерли. Что получили? Пятерочку. Делим на 2. Опять-таки, можем либо свести в десятичном видах. Вот либо свести. Ну что, выделяем целую часть. Вот 2 целых. И в остатке единичка. Делили? Надо. То есть 2 целых. 1, 2. То есть пишем в виде смешанной дроби. Напомню, что вот эта смешанная целая часть и дробная. Это у нас неправильная дробь. Вот могли прийти к десятичному видах. Вопрос, который часто задают, как из обыкновенной дроби получать десятичную. Ну кто помнит, что на что-то нужно умножить, хорошо. Если у вас будут стоять более сложные цифры, возможно вы запутаетесь. Вот мы смотрим. Давайте еще раз напомним, как это делается. Обязательно произносим волшебное слово тупо. Тупо делим то, что вверху на то, что внизу. Столбик. Пятерку делим на двоечку. Тупо столбик. Что получаем? Двоечку. Единичка. Целое закончили. Пишем спятую. Десять делим на двоечку. Сколько это? Пять. В остатке ноль. Потом получили 2,5. Итак, перевести из обыкновенной дроби в десятичную это тупо разделить то, что вверху, на то, что внизу. Понятно это? Так, ну теперь все хотят получить домашнее задание? Все же хотят. Все хотят, да? Все. Итак, напомню, что у нас Центр компьютерного обучения специалист приема этого имени Баумана. Напомню, что сегодня у нас занятие по математике тема была дроби. Так, ребята, сразу даю контактную информацию. Если есть какие-то вопросы, вот можете мне написать. Хорошо? Итак, если есть какие-то вопросы, можете написать мне на почту. Почта и Буданова Була. Да. Но. Була. Собака. Разумеется, я собака. Специалист. Ру. То есть на вот этот адрес вы можете спокойно что-то написать, если есть какие-то вопросы. Вот в качестве домашнего задания я предлагаю здесь. Так, следующий. У вас есть два числа. Х это есть 5 частых. У это есть 4 девятых. У вас так, да, это задача А. В втором случае берем, допустим, число Х. Допустим, берем 3 седьмых. В качестве Х берем число ну сколько? Двучку. Так, задача у вас сложить Х плюс У. У вас задача выполнить Х минус У. Начитаем. Х множить на У. Х разделить на У. Ребята, если будут какие-то вопросы, напишите мне, пожалуйста. Я отвечу.